Я всех приветствую. Хочу прочитать местописание, которое написано во второй главе в послании Ефесянам, с четвертого стиха. Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Читая послание к Ефесянам, как любое послание апостола Павла, мы видим, что оно разделено на две части. Одна как бы теоретическая, другая практическая часть. И вот в этой как бы теоретической части апостол Павел говорит здесь язычникам великой милости к ним, то бишь к нам, великой милости Бога. И здесь апостол Павел говорит, что Бог богат и милостью по своей великой любви. Он, который возлюбил нас, Он даровал нам спасение, Он даровал нам жизнь вечную по своей милости, благодати. То есть незаслуженным, просто потому что Бог есть любовь, и Он дал нам это. И особо я хотел бы остановить внимание на восьмом стихе, где написано «Ибо благодатью вы спасены через веру, не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Бог в Иисусе Христе даровал нам спасение по своей милости, и Он даровал это спасение через веру. То есть мы должны были, каждый из нас должен был поверить в это, в Его милость, в Его любовь, в то, что Иисус Христос умер за нас. Но как это происходит вообще в жизни каждого человека? Я думаю, что и тогда, в то время, и в это время, в наше, как человек обретает веру спасение, как он принимает Христа. Я думаю, что каждый человек, живя определенной жизнью, доходит до того момента, что он понимает, что его жизнь, то есть он расписывается в собственной несостоятельности, в собственной беспомощности. И он видит, что его жизнь, она прививала его в определенные трудные жизненные обстоятельства. Ну, у каждого, конечно, по-разному, но в частности, я говорю как бы о себе, в том, что человек в своей жизни, он верит в себя и все свои поступки, все свои желания, мысли, он отождествляет с собой, как он это сделает, как поступит. Но когда в определенный момент его жизни это не получается, и он заходит в какую-то трудную жизненную ситуацию, или обстоятельства вокруг него складываются так, то тогда у него нет выхода. И в этот момент Бог как бы дает ему возможность обратиться к нему. И вот в 10 стихе написано, что Бог сотворил тех, кто принял, Он сотворил их на добрые дела во Христе Иисусе, чтобы исполнять их, чтобы вот в этот момент, когда человек находится в трудной ситуации, Бог посылает людей или какие-то действия совершает, чтобы человеку было открыто то, что он может обратиться к Богу. И то, что и человек, обращаясь к Нему, возлагает всю веру теперь на Иисуса Христа. Бог дает ему и понимание, и осознание того, что он любит Его, и человек, обращаясь к Богу, принимает Его и получает жизнь вечную. И здесь мы видим, что написано, что не отдел, чтобы никто не хвалился. То есть все то, что происходит в нашей жизни после того, как мы пришли ко Христу, оно обуславляется только верой в Иисуса Христа и доверием Ему своей жизни, что мы не можем никак угодить Богу, никак мы не можем не заработать спасение, никак не можем Его приобрести каким-то образом. Бог дает Его даром. И в своей жизни, когда мы это получаем, я вот просто задумался один момент и задавал несколько раз эти вопросы как бы верующим уже людям. Какая мотивация у нас, чтобы следовать за Христом, какая мотивация в жизни, чтобы быть верующим? Как люди в данное время принимают это? Как они понимают? И у каждого разный ответ, но поразмышляв над задав себе этот вопрос и поразмышляв об этом, я как бы пришел к такому мнению, что для себя, что самое важное для нас в жизни верующего человека это как раз вот этот дар, который Бог нам дал, что мы, что Бог нас избрал, что Он дал нам следовать за Ним. и все, что происходит в нашей жизни, по сути, не так важно. Какие-то проблемы, какие-то переживания, заботы, они меркнут перед тем, что нам дал Бог, что Он каждому из нас даровал жизнь вечную и следование за Ним. И вот эта мотивация жизни во Христе, она и дает нам, чтобы мы дальше могли эту благодать, эту весть нести другим людям, чтобы многие люди, которые находятся в трудных жизненных ситуациях, они могли прийти ко Христу, могли бы найти выход во Христе из своей трудной ситуации и могли бы последовать за Христом. Это очень важно, я думаю, что в нашей жизни и каждый должен, каждый верующий человек, каждый, кто следует за Христом и кто знает истину, должен нести эту истину людям.